Ура! Новоселье! С сегодняшнего дня начинается новая жизнь. Но есть и плохие новости. Интерьер никуда не годится. Это не место для тройняшек. Нет, девочки, так не пойдет. Скоже не бывает. А может, найдем себе другое жилище? И что теперь делать? Ситуацию спасет только грандиозная стройка. Думай, Кэрри, мы в тебя верим. Есть идея, девочки. Мы построим трехместную кровать. Нравится? Вау, круто. Кэрри, ты наша спасительница. За мной, девочки. За мной-то налево или направо? И все же, что у нас дальше по плану? Джулия в сторону. Бетти, а это зачем? Джулия, у нас стройка не забыла. Ааа, точно. И любая стройка начинается с уборки. Оф, похоже, Кэрри одной не справится. Я тоже так могу. О, нет. Стройка и маникюр – вещи несовместимые. А Бетти уже готова к строительным подвигам. Нужен только шуруповерт. Сейчас я все сделаю, Бетти. Ой, мамочки, я его боюсь. Придется, Бетти, все убрать в свои руки. Делаем каркас для будущей кровати. И все идет по плану. Вот только под ногами вечно кто-то крутится. Вау, Бетти, а можно мне? Действуй, сестренка. Вау, какой классный молоточек. Сейчас Джулия покажет мастер-класс. Вот так. Надо спасать эту стройку. Джулия, ты молодец. Ну, давай лучше я, договорились. Всем привет. Это прямой эфир с нашей стройки. Джулия, не мешай. Ладно, ладно. Ух ты, смотрите, что я нашла. О, саморезы. Ну, надо же, даже Джулия может быть полезной. И каркас уже готов. Ну, еще нужны спальные места. Сейчас сделаем. Девочки, давайте все вместе. Взяли, поднимаем. О, получилось не так и сложно. Привет. Привет, а это основание для первого этажа. Помогай, Джулия. Ставим прямо здесь. А как подниматься на второй этаж? Точно, лестница. Отлично придумано, Бетти. На стройке намечается ссора. Надо решить, кто займет второй этаж. Это вип-место. И оно достанется лучшей. Ага, как раз вовремя. О, да, продолжайте. А я пока займу это местечко. У-е-фа, у-е-фа. Эй, девчонки, а я уже здесь. Тут очень здорово. Ну вот, опоздали. Гриха передила. Это все ты виновата, Джулия. А вот и нет. Кровать получилась. Что надо. Но ей не хватает стиля. Придется как следует поработать. И начнем со стен. Синий цвет. Это так скучно. В фиолетовом цвете кровать выглядит намного лучше. Фиксируем ткань кнопками. А сверху добавим розовый фатин. Идеально. А ты так можешь, Бетти? Еще бы, сестренка. Вау. Покажи, потом все увидишь, Джулия. Бетти предпочитает дерзкий дизайн. Поэтому берем темную ткань. Действуем. Под потолком будет фатин. А стены затрапируем синим и черным. Прекрасный выбор. На каждом этаже кипит работа. Кэрри выбрала желтый цвет для декора. Как жизнерадостно. И ни одна стройка не обходится без скотча. Он никогда не подходит. На втором этаже будет умный дизайн. Научные стикеры. Это просто мастхэп. Девчонки, смотрите, что я придумала. Да здравствуют пятерки. Неплохо, Кэрри. А я пока займусь своей частью лестницы. И здесь пригодится розовая лента. Проще простого. Даже ребенок справится. А у Кэрри почти все готово. Но на втором этаже незваный гость. Спасите, помогите. Подумаешь, паучок. Бетти, но у тебя есть шуточки. Держи это от меня подальше. Милые паучки будут жить на первом этаже. Самые классные идеи всегда приходят неожиданно. Почему бы не украсить эту стену формулами? Кэрри знает толк в умном дизайне. Работа на твердую пятерку. А у Джули есть звездные гирлянды. Они отлично впишутся в розовый интерьер. Приступим. Гирлянды развесим по всей стене. И добавим немного цвета. Вау, Джулия настоящая волшебница. И звездочек много не бывает. Они придадут дизайну особую изюминку. Совсем другое дело. Вот теперь эта спальня настоящей принцессы. А у Кэрри начинаются покрасочные работы. Сплошное удовольствие. Закроем дерево желтым. Работать кистью совсем не сложно. И здесь можно поселить фукуров. Альберт, давай дружить. Ученые, ну уж нет. У Бэти совсем другой дизайн. Добавим в интерьер немного света. А Кэрри решила спуститься с небес. Хм, и креативная идея тут как тут. Линейка, это гениально. Так и сделаем. А вот Бэти некогда думать об учебе. Этой кровати кое-чего не хватает. А где поролон? Ага, есть. Аккуратно вырезаем панду. Полное сходство с оригиналом. А теперь из бархата вырезаем мордочку для панды. Ушки тоже на месте. И глазки тоже готовы. Та-дам, встречаем изголовье для кровати. Привет, дружок. Только не спись. Договорились? А Кэрри уже готова творить. Фантазии нет предела. Сейчас эти скучные бортики превратятся в линейку. Намечаем деление и рисуем цифры. Кто молодец? Я молодец. На втором этаже не хватает только матраса. Готово. Застилаем костель. И к сладким снам все готово. А что в чемодане? Стоп. Есть идея. Нужно только... Сейчас вернусь, девочки. Бетти придумала такую классную панду. Решено. В розовую спальню нужно изголовье. Хорошо, что поролон еще остался. Приступим. Пусть изголовье будет королевским. И изысканным. Торо на то, что нужно. И, конечно, розовый бархат. Без нитки с иголкой не обойтись. Работенка не из легких. Но Джулия никогда не сдается. Осталось только декорировать корону золотом. А теперь ставим изголовье на место. Разбавим розовое царство лиловым. И готово. А на полу будет этот милый единорожка. Полная гармония с интерьером. А у Бетти очередная интерьерная задумка. Колесо и ведерко. Вот все, что нам потребуется. А теперь соединим эти детали. В ведре будет блестящий дождик. А сверху колесо. Есть. Вот и получился стол. А как насчет металлического декора? Уже сделано. А края столика обмотаем белой лентой. И создадим иллюзию стекла. Голубой патин справится с задачей. Столик будет стоять здесь. Эксклюзив. Такого точно ни у кого нет. А вот и Кэрри вернулась. И она привела с собой друга. Он поселится прямо на втором этаже. За мной, приятель. Чувствуй себя как дома. Какой ты-то пугающий. И сейчас мы тебя приоденем. Как-то лучше. Теперь ты само очарование. А Джулия раздобыла настоящее сокровище. Скоро этот рюмо превратится в классную пьюти-зону. И без картона никуда. Вырезаем пару кругов. И намечаем резные линии. Это будут колеса для кареты. Опять режем. Выглядит воздушно. И колеса, конечно, будут розовыми. Готово. Ну что, поехали. Столик закроем фиолетовым. А колеса будут вот здесь. И пусть пьюти-зона сияет. Добавим ей блестящий декор. Выглядит по-королевски. А колеса можно украсить бантами. Скучный комод превратился в карету принцессы. Но это еще не все. Декорируем зеркало. Нам нужен обруч и цветы. Карета заиграет совсем другими красками. А теперь разложим на карете свои бьюти-штучки. Красиво и ароматно. Принцесса готова к бьюти-преображению. Комнату уже не узнать. А что делать с этим ящиком? Оба тенни вписываются в интерьер. Джулия, дарю, не благодари. Эй, а зачем мне это? В розовом интерьере ящики не нужны. А может, Кэрри пригодится? Забирай, сестренка. Делай с ним все, что захочешь. Итак, у нас есть ящик. Как же решить это уравнение? Есть ответ. Это будет книжный шкаф. Вот только нужен еще один ящик. У Кэрри очень много книг. Пусть сестренки отдыхают. А гении никогда не спят. У Кэрри открывается научная лаборатория. О, получилось. А сейчас самое время что-нибудь нахимичить. И опыт начинается. Берем это. И добавляем немного этого. О, нет. Реакция вышла из-под контроля. Так, без паники. Я в порядке. А как дела у сестренок? Не может быть. Теперь здесь не одна кэрри, а целых три. Девчонки, простите. Я все перехимичу обратно, обещаю. Кэрри, твои очки просто ужас. Как ты их носишь? Быстро спускайся. Я покажу тебе научные открытия. Мамочки, верните все назад. Где мои шикарные волосы? А маникюр? Я не смогу жить в этом образе. Бетти, Джулия. Что же я натворила?